Привет, с вами Дрианте. Садитесь поудобнее, наливайте себе чайку. Сейчас я буду рассказывать вам о своем главном рабочем инструменте, лоу-вистле. Приготовьтесь к самому красивому обзору музыкального инструмента на всем ютубе. Давайте пару слов для тех, кто пришел сюда случайно, или же для новоприбывших. Смотрите, вот этот музыкальный инструмент, похожий на флейту, называется лоу-вистл. Это увеличенная модификация, пожалуй, самого популярного ирландского народного музыкального инструмента, тин-вистла. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что я не играю традиционную ирландскую музыку. Мой выбор пал на этот инструмент, потому что я без ума от тембра его звучания. А мой репертуар — это фолковые или средневековые саундтреки. Да, там бывают похожие мотивы, но это не более чем закос под ирландщину. А теперь к делу. Примерно год назад я познакомился ни с кем иным, как с Александром Караваевым. С человеком, который и произвел на свет вот это вот чудо. До этого момента у меня был только один лоу-вистл, так что сравнивать я буду именно с ним. Смотрите, вот эта модель называется Найтингейл. И, как видите, у меня их два. В самой сбитой тональности «Ре» и в гораздо более редкой «До». Может, помните, была такая мемная картинка с ежиком, у которого жизнь явно насыщенней и интересней, чем у автора самой картинки. Так вот, эти вислы у меня в роли этого ежика. Они за год успели побывать на берегу моря, прокатиться на яхте, сходить в поход и посидеть у костра, забраться в горы, застать столь редкий в наших широтах снег и даже посетить ролевую игру по миру ведьмака. Сразу оговорюсь, что я не профессионал, так что если меня сейчас смотрит кто-то разбирающийся в вистлах, то мои критерии могут показаться немного странными. Первое, на что я сразу обратил внимание, взяв в руки инструмент после пластикового Диксона, какая же эта штука тяжелая. В первый же вечер, после нескольких часов игры, у меня буквально отваливались большие пальцы рук. Тяжелый он благодаря тому, что сделан из довольно толстой мощной алюминиевой трубы, так что можно не опасаться за сохранность инструмента и переносить его в любом мягком чехле, даже тряпичном. Это очень важный момент, у меня есть связанный с этим негативный опыт. Мой первый вистл был пластиковым и приехал по почте, переломанный пополам. По поводу конструкции. Кш-кш-кш-кш. По поводу конструкции. Вистл является подстраиваемым, потому что состоит из двух составных частей. А плотность прилегания обеспечивает фум-лента, о которой вы можете знать, если когда-либо выполняли сами какие-то сантехнические работы дома своими руками. Самое оптимальное положение, по словам производителя, зазор около 2 мм. Как видите, он такой у меня на меньшем вистле. На большем же я лучше попадаю в ноты, когда зазора вообще нет. Так что, видимо, это индивидуально. Более старые модели были монолитными и полностью металлическими. Это усложняло игру в некоторых условиях, например, при низкой температуре на морозе. Потому что в мунждуке скапливался конденсат, и звук начинался петь. Но текущая модель лишена этого недостатка, потому что мунждук у нее из пластика, который делает инструмент более стабильным и предсказуемым. И он меньше выкидывает всякие кренделя во время живого исполнения. Чтобы не быть голословным, когда год назад ко мне приехали эти вислы, передо мной встал выбор. У меня на носу было первое в моей жизни живое выступление на большую аудиторию. Я мог играть на своем старом Диксоне, а мог взять Найтингейл. Но с непривычки я еще не успел адаптироваться, и на Найтингейле я не дожимал нижнее отверстие, а также просто звук звучал как-то криво. А на адаптацию есть всего пара недель. И я выбрал именно его, потому что звук на нем ровнее и не ведет себя как истеричка. Смотрите, есть такая тема. Этот инструмент звучит очень стабильно. При небрежной кривой игре, а это очень касается начинающих, у вас будет редко вылазить всякий мусор на передний план. А также не будет передувов. А вибрато диафрагмой не будет походить на предсмертный сип туберкулезника. На Диксоне же наоборот, все дико непредсказуемо. Поэтому я бы рекомендовал его для злой языческой музыки. А Найтингейл для классическо-традиционной, более мягкой. Также сам тембр обладает более гулкой нижней серединой и больше напоминает классическую флейту Вема. Диксон же ближе к индийской бансури по тембру. Сам Александр не просто мастер по изготовлению инструментов. Он у нас и швец, и жнец, и надудей игрец. Зачем я акцентирую на этом внимание? Казалось бы, человек, который делает инструменты, должен и уметь на них играть. Но приключилась со мной недавно одна история. Одна моя подписчица заказывала Vistel у мастера, имя которого, ну, я бы и так не хотел называть, чтобы не делать ему антирекламу. Но я его даже не знаю. Так вот, она попросила его сыграть гамму на уже оплаченном инструменте перед его отправкой по почте. И когда получила файл, удивилась, что он звучит ужасно криво. Там были недожимы, передувы и прочий мусор. Когда спросила, в чем дело, тот ответил, что, мол, он не очень хорошо играет. А накинутую в ответ предъяву психанул, сказал, мол, может вернуть деньги назад и ничего не отправлять. А если вам нужен мастер, который умеет хорошо играть, валите, мол, к Караваеву. Так вот, вот, он все сказал, валите к Караваеву. Кстати, недавно я получил еще два висла Караваева, теперь уже мелких. Они звучат на октаву выше. В тех же самых тональностях. И у меня уже вышло с ними три видео. Но детальный обзор я смогу сделать несколько позже, когда у меня будет больше опыта игры на них. А я напоминаю, что вы можете финансово поддержать выход таких роликов и каких угодно других роликов, музыкальных или еще каких-нибудь, при помощи сервиса Patreon. У меня уже есть 30 потрясающих человек, которые регулярно поддерживают меня через сайт Patreon и получают за это эксклюзивные материалы. Спасибо вам огромное, ребят. Благодаря вам получается гораздо меньше трат на производство видеороликов. И это здорово. На этом все. Надеюсь, этот обзор был полезен для тех, кто играет на фолковых духовых. А все остальные просто посмотрели на красивые виды природы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok